После вашей фотографии. Ваш обрекот в городской области скотик на суглинке реагирует на поле, вечером листья тряпочки, по листу отходят, на размер листа меняется, мелкий у низкого, а с возрастом укрепняется, так бывает, да, так бывает, бывает и наоборот, у листья, например, наоборот, пока молодая листья крупная, потом мельчает, вот, при сольном круг посадил чеснок и гречиху, зря сорняк сам доселился, нет, но нет на листе болезни, думаю, симпиоз работает, чтобы посадить чеснок и гречих, вам пришлось перекопать почву, это минус, но дело сделано. У меня такой же вопрос, Тимур, Север Карелии. Здравствуйте, растут сеансы и гитарские сливы из ваших косточек. Хотел поинтересоваться, свойственно ли иметь салатовый цвет листья? Да, нормально, практически все 1-2 клетки такие, прикрепляю входы для строения рядом с крапивой. Отлично, видите как, с вами легче работать. Также заметил на некоторых сельсах подсыхание кровли и скачивание. Давайте смотреть, как хорошо, что есть это. Только здесь получается, вроде бы заметил мужчина, а отпись Надежда. И нужно ли подкармливать сливы? А Тимур? Ну, видимо, Надежда это, видимо, название этого. Ну, ладно, неважно. Смотрим. Так. Ух ты. Интересно. Одна фотография нет? Вот. Одна фотография или нет? Ну, что, сейчас я вижу так. Сливы, они все-таки имеют зеленый цвет, чисто зеленый, даже бывает густо зеленый. А такой свет для них неестественный. Или слива больна, если это слива. Или больная, или следствие после длительных дождей, когда молчат и молчат и молчат, они начинают желтеть. Вот. Вот все, что могу сказать. А в ваш случае? Ага. Это уже не вы? Нет? Ну, ладно. Ладно, ладно. Так. Ну, что, возвращаемся обратно. Где были? Нет, мы не тут были. Нет. А тогда как же вернуться-то? Ау-у-у. А вот он, вебинар. Вебинар. Ну, и вопрос. Нужно ли подкармливать сливы? Смотри, какая почва. Дело в том, что есть два варианта. Когда почва нормальная, посадил... Ну, нормально понять относительно. Ведь у слив, у яблонь, груш, персиков, черешин, абрикосов, каждая своя или родная почва. Каждая своя родная почва. Каждая своя. Вот. А не то, что все подряд. Как мы это делаем универсально, чтобы... Почва разная, а мы хотим, чтобы слив, абрикос, персик, я уже не говорю правильный груш, растет из зарядов на одной и той же сутки. Как? Тогда, получается, почву выбираем средненькую. Лучше бедненькую. С ней легче работать. Вот. Бедненькая почва, это означает, что уже закармливание не будет. Уже закармливание не будет. А потом уже вы будете решать, подкармливать или нет. Понимаете? Уже потом. А что такое бедная почва? На чернозем посадил, растет, очень действительно идет древесину, очень мало дает плодов. А еще и вымерзает. Это стало классикой после того, когда Мичурина пересадил сад, искалечив его, погубив наполовину. С богатой почвы, она бедная. У него выбора не было. Вот. А вы пишите, нужно ли подкармливать сливу? Вот на месте и решите, нужно ли подкармливать. Смотря какая почва. Так. А вот что. Ладно. Когда лучше проводить прививку подвоев? Зимой, весной, осенью. Прививку подвоев, я считаю, нужно проводить ранней весной. И больше никогда. Но есть варианты не хуже. Почему? Это просто мой опыт. Так. И сжатые сроки, но и масштабы не такие. Я прививал на коленях. При температуре минус 5, плюс 5. Накрывал бутылками. Допустим, в день по 100 штук. Ну, если уж совсем холодно было. Ну, 50, 80. Мне больше тысячи не надо было. Скромно не хватало. Вот. А тут встал вопрос. Вот один из наших участников. Он, может быть, сейчас тут нету. Но он, может быть, потом обязательно посмотрит. Это Алексей Макаров. Вот. Мы до него просто сейчас не дошли. Он прислал интересное письмо. Он 100% уверен, что Сергей Железов делал весенние прививки. Учитывая, что одни сильно рано, а другие сильно поздно. Ну, вы знаете как. Сегодня мороз, а завтра жара. Хоть и Сибирь. Вот так выглядит. Бывает промежуток маленький. И не каждый день оптимальный. И вот он уверен, что зимой за столом может прививать прекрасно. И получает даже лучшие результаты, чем я всегда говорю. А, потому что он уже покоренен. И он уже расти будет на этом месте. Он уже укоренен хотя бы с осени. Или год целый рос в виде сеянца до того. Начиная с семечки. Или как Сергей осенью посадил. Прижились. Весной. Опять помните, я говорил. Мощность ряды абрикосов. За зимой ни один не погибает. Мы же все же так. А весной прививка. Но все-таки морозит руки. Все-таки ранняя весна. А Макаров Алексеев. В следующем вебинаре я вам покажу это письмо. Мы процитируем, разберем его. Он у него привел за столом. Но результаты как минимум не хуже. А я уважаю. Хоть он пишет внизу. Ваш ученик Макаров. Я скоро сам пойду к нему учиться. Вот такие у меня ученики. Так. Что там дальше? Много отводков, чтобы их посадить. И не с листьями. Ждать, когда листок опадет. Или может в августе. Ой, мне надо. Что же мне делать-то? Напишите мне этот вопрос. Я забуду через минуту. Голова такая. И, пожалуйста, у меня на электронный адрес. Я его скопирую. И напишите. Для вебинара. Я его просто вот так возьму, скопирую. Вот всего лишь. А потом покажу варианты Сергея. Допустим. Вот осень. Вот с листьями. Вот чуть мы один раз поторопились. И они пошли даже в рост. Вторичный. Понимаете? Будет о чем поговорить. А с тех, что я скажу. Да, с листьями мы пересаживаем. Наши подводи такие. Сильно невероятно, что ни одного случая гибели. Вот он посадит 500 штук. Да. С листьями. Только отрежет половину. Да вы видели в конце концов. Надо еще раз повторять. Вот. Отрежет половину. Вот так. Садит, садит, садит. Все подряд. Весной все живут. Все до единого. А почему с листьями? Потому что верхняя часть отрезана. Как минимум две трети отрезана. Остается одна треть. А листья крепко держатся. Месяц с сентября. Листья держатся крепко. Он проживается благодаря листьям. Даже дополнительный карикольный. Тут главное, чтобы не тронулись в рост эти почки чертова. Один раз тронулись. Я показывал. То есть еще надо смотреть на медиаслодку. А впереди зима. Хорошо. А если вернулось лето. То они возьмут почки. Пойдет рост. Да еще и погибнут. Замерзнут. Потому что в рост пошли. А все эти дебильные прищипывания. Осенние обрезки. Все это как раз способствует этому. Но тут хоть вынуждена. Ранняя весна. Еще мороженое в землю. Бывает сверху раскапывает. И уже прививает. А потом, помните, вокруг бутылки минус. А под бутылкой плюс. И процесс пошел. Март. Она зараза уже это. Приживается. Вот так. Как Мог объяснил. Можно с листьями? Ответ такой. И можно в августе? А, кстати. Можно ли в августе? Нет. Вот тот самый случай. Вот даже в Сибири. Вот, допустим, в Красноярске. Там и то надо в конце сентября. А где вы в августе? Это, допустим. Вот хоть мы с вами знакомы. Не помню, где вы живете. В августе это вообще дезвозье полярного круга. Тимур. Фото 2 со скручивыми посохшими листьями слива. Ну-ка, давайте посмотрим. Так. К этому дело плохо. Дерево больное. Сразу. Хорошо, что вам не отвечает. Ольга Исаакова. Она вам десяток этих. Ой, не могу. Первое слово приходит. Ответ. Фунгициды. И пошло, и пошло, и пошло. Вот найдут вам болезнь, причину. Дерево очень плохо. Вот. Я не знаю, почему оно болеет. Оно заболело. Лисы больные. Мы сейчас живем в стадии полной, страшной, невероятной жары. По большей части. Я не говорю, что у вас жара это довела. Варианты. Дикая жара. Варианты. Дикая полив. То есть дожди. Дожди. Был год тогда. У меня буквально белели. Даже взлетели. Потом белели листья. Слив. Потому что дожди шли. 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 И уж на что сливы, привыкшие к сырым местам. Вот. А они же как. Абрикос сливы. Родственники. Те для таких мест, те для таких. А это для сырых. И все равно добила. Одна же раз. Что они погубили. Что интересно. Дожди кончились. Листья обратно позеленели. Ну а два случая посмотрим. Сказал слепой. Есть такая поговорка. Так. Ну что. Смотритель пишет. Сейчас мы еще посмотрим, что он пишет. Значит у меня полностью 100% восстанавливается торговля сухими прошлогодними косточками и семечками. Которые с большим этим. Большим-большим скидками. Скидками раз. Давно никто не покупил ни одной брошюры. Ни то что книги. Это два. Вот. Когда-то мы могли организовать платные семинары. У нас было с этих самых. Больше чем сейчас. Но время ушло. Время ушло. Пока беднее. Пока так. И мы еще не дошли. Время ушло.